Восточные единоборства Восточные единоборства Передавая знания от мастера к мастеру Стиль винчу удается сохранить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому для меня вопрос боя был решен еще тогда Это он сейчас по-буддистски спокоен Размышляет философский А тогда для Валерия Павловского Чемпиона Украины по вольной борьбе и боксу Стычки с уличными авторитетами Были обычным делом Слова одного из лучших бойцов города Словно притягивала к нему неприятности В какой-то момент он понял Что не может управлять собой и своими эмоциями И начал искать выбор Продолжение следует... То, что винчун действительно оружие Глядя на такие мирные тренировки Поверить сложно Впрочем, тренировки бывают и такими Сергей Сахацкий занимается винчун уже 15 лет Сам он мастер спорта, тренер по боксу и кикбоксингу Отработав с учениками 4-5 занятий в день Каждый вечер спешит сюда У меня стало больше учеников Они чувствуют, что мой уровень достаточно уже высокий Им интересно Даже приходят ко мне ученики, которые сами раньше занимались Либо боксом, либо борьбой В отличие от других видов спорта Где четко распределяется весовая категория Здесь весовая категория не важно Почему? Потому что здесь это боевая школа На улице вас никто не будет взвешивать С кем драться Так чем уникален стиль винчун? И почему российские поклонники этого боевого искусства Стремятся попасть именно в семейную школу Фадзе Куэн? Наставник школы Валерий Павловский Принимает учеников только по рекомендации И первым делом спрашивает новичков Цель занятий Олег Локтионов практикует винчун давно Какие только школы не прошел И тхэквондо, и кёкушинкай, и боевое самбо Винчун тоже изучал основательно От варианта Ипмана до техник грандмастера Ченхуашуна А цельную школу для себя нашел здесь, в Москве Меня поразила именно глубина этой школы Она позволяет человеку развиваться Именно духовно тоже То есть человек, работая техникой винчун Прорабатывая упражнения, которые заложены в этой школе Он меняет свою психику, соответственно Потому что психика, она для боя очень важна Если человек вышел на поединок, он не владеет собой Его съел страх, его съел адреналин Он не может не пошевельнуться, ничего сделать У него черная труба перед глазами Соответственно, он уже проиграл, по сути Здесь именно психотехники Они во многих направлениях винчун присутствуют Здесь, на мой взгляд, наиболее сильно все проработано То есть это цельная система, которая позволяет человеку Уйти по жизни и самосовершенствоваться Самосовершенствование продолжается и по выходным В единственный день, когда нет занятий в школе Ученики собираются у кого-то на квартире Сегодня приглашает Юля В виде шутки на работе я спросила своего хорошего Очень, скажем так, одного хорошего человека Как вот мне одним ударом, скажем так И вот любого человека вырубить Сказал, что винчунь это наиболее подходящий вариант Как бы То, что своими родителями он упирается Как бы вот Родоначальником его является женщина Юлия Прохорова из Пензы Она приехала в столицу ради винчун Ради тренировок даже сменила профессию Нужно было расставить приоритеты И, естественно, я понимала, что полноценно отдаться хирургии Я не могла То есть нужно было постоянно ходить в стационаре Нужно было дежурить Нужно было как бы работать в этом плане над собой Естественно, тренировки бы тогда ушли на последний план И, как бы, получается, я не преследовала свою цель За которую я сюда приехала Ради чего такие жертвы? Насколько эффективен винчун? На первый взгляд, это больше похоже на гимнастику или танцы, чем на боевую технику? На мой взгляд, это винчун такого же высшего порядка Скажем так, школа в большой букв Потому что за основу ставится проработка качеств Чувство дистанции, умение слышать через руки Чувство ритма какого-то Если человек владеет голой техникой Это ничего не значит Опять же, к сожалению, проблема современного винчун Это то, что люди увлекаются Большим количеством приемов Волшебной какой-то техникой Удары пальцами в глаза, в горло В реальности этим не владеют Потому что методика где-то есть, а где-то ее нет И тут важна именно методика преподавания То есть важны парные упражнения Важна наработка этих качеств Валерий Павловский Открытый человек И передает знания Ничего не утаивая, поскольку он считает, что это бессмысленно Утаивать знания Однако это все заинтересованные люди Чтобы оценить боевую мощь этого искусства Мы пригласили человека, который далек от винчун И тем не менее авторитетный специалист по части поединка Честно скажем, с нашей стороны это была провокация Технический нокаут Добивание Победу одержал Владимир Владимир Минеев Известный российский кикбоксер Чемпион мира и Европы Победитель Кубка России по тайскому боксу В 2014 году дебютировал в боях по смешанным правилам ММА Их часто называют боями без правил На самом деле это сочетание различных техник и единоборств Выступает в тяжелом и супертяжелом весе Здравствуйте 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 Приседем Чем ребята занимаются? Сейчас они делают дыхательное упражнение По-китайски звучит цигун, но это как-то вьетнамское направление Кхи Ком То есть они развивают концентрацию внимания и повышают функциональную выносливость за счет кислородного голода Там они растягивают дыхание, со временем переходит, так называемым, жестким цугом Когда уже напрягаются там мышцы, ну и с низким очень содержимым кислородом За счет гипоксии, да? Да, да, да Они дышат очень тонко и мягко И растягивают дыхание со временем, ну где-то вдох должен быть минут, о секунд, двадцать То есть на каждом движении Вдох двадцать секунд? Потом выдох, да То есть Беседа в духе встреч на высшем уровне длится недолго Спустя пару минут общения с Валерием Павловским Минееву уже не терпится узнать Венчун поближе Суть такова, ну допустим, ближний бой В клинч ты же входил много раз, да? И, ну, что ты делаешь, когда мы шли в клинч? Беру за шею Да, беру за шею То есть я это все перекрываю Естественно, слушаю дырку Как только ты, ну, делаешь движение, я сразу же наушу удар Только дырка появилась, я сразу наушу удар в горло Угу Или в пах Как вам? Некоторые можно для ММФ приемку взять Допустим, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот они очень интересные Я могу сказать, что для ММФ нужно сделать Давай Слепеть раскладочно Так веревка здесь И просто Вперед Вот, да Подиаганал О, хорошо, да Да, доброчек Да, отлично Отлично Вот так Спасибо, ребята Я думаю, что это одна из лучших систем для самозащиты На улице я бы никому не советовал сталкиваться с этим человеком Нападать на него тем более В отличие от спортсмена, который работает на публику и ради очередного звания В Вин Чун главная оценка мастерства человека – воин Боец либо защищается, либо убивает, если идет война Чтобы овладеть этим искусством уходят годы Поэтому так мало в прошлом и настоящем истинных мастеров Владея системой наполовину, легко проиграть любому боксеру, каратисту или кикбоксеру Валерий Павловский постигает эту науку уже 30 лет Вместе с ним и одним из лучших его учеников Янисом Эрманисом Мы отправляемся на родину стиля Вин Чун в Китай Чтобы понять суть и ценность этого явления Центральный парк Гонконга Оазис красоты и жизни посреди каменных джунглей Здесь на фоне озера с розовыми фламинго Местные жители практикуют, да, пожалуй, практикуют все, кроме Вин Чун Пока Валерий и Янис приходили в себя после многочасового перелета Мы попытались выяснить, почему У нас многие предпочитают тай-чи Это оздоровительная техника Мы как бы делаем внутренний массаж всего тела После года занятий многие недуги, такие как боли в спине, шеи, ногах, отступают Вин Чун слишком сложно и долго Я, например, кроме тай-чи, еще владею Багуа То, что вы видите, это Багуа Вдохнуть и воздух должен пойти в позвоночник Вдох, 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 вдох Задержать дыхание Задержать дыхание Задержать дыхание Задержать дыхание Выдох, 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 выдох Выдохнуть все до конца и расслабиться Есть проблема силы дыхания Когда вдыхаешь, весь воздух должен пойти в позвоночник. Это не только метод накопления силы, а способ управления дыханием. Надо вот так делать упражнения, и когда сделаешь их хорошо и закончишь, то внутренние органы хорошо защищены. Главная достопримечательность Гонконга – памятник Брюсу Ли. Этот культовый актер в свое время и открыл миру стиль венчу. Для меня Брюс Ли – просто гений. Он был очень целеустремлен и шел своей дорогой. Думаю, он и в реальной жизни был сильным бойцом. У него был сильный, мощный удар. Думаю, против него трудно было устоять. Вот только по законам Голливуда философия и духовная культура этого боевого искусства ушла на второй план. Зрители требовали зрелищ, и Брюс Ли совершенствовал технику, точнее, осваивал профессию постановщика трюковых сцен. Если говорить о реальном бое, это, можно сказать, даже ничего общего, потому что настоящий реальный бой, он некрасивый. А в фильме все-таки должна быть динамика, то, что должно смотреться. Настоящего ничего не смотрится, но по ряду причин. Во-первых, очень высокая скорость, очень короткие движения. Ну и один из показателей – боец не показывает никаких эмоций. А в фильме нужно максимально показать эмоции. Ну и потом, допустим, вот как Джеки Чен, он заявляет, что он на самом деле совсем не боец. Как работает киноиндустрия, Валерий знает не понаслышке. Однажды ему тоже предложили роль в боевике. В конце первого же съемочного дня он понял, что последний раз снимается фильм. Когда пригласили меня там сняться, как специалисты венчон, мне ребята попросили показать, как это будет смотреться. Вот и как раз они сказали, динамики нет. То есть мне пришлось там уже делать то, что они сказали. Там курчить рожи там злые, там махать руками очень амплитудно, замахиваться. Потому что вообще там, в общем, никакого венчона не было. С середины 20 века школы венчун возникают в разных странах, как грибы после дождя. Ученики хотят быстро научиться голливудским приемам. Китайские мастера, которые из-за гражданской войны и войны с Японией вынуждены покинуть родные места, дают такие уроки. За деньги можно и быстро. Большинство до сих пор работают по такому принципу. И теперь в практичном Китае редко встретишь традиционную семейную школу, где знания трепетно передаются от наставника ученику, где важна не внешняя сторона, а содержание. Учитель Валерия Павловского живет во Вьетнаме. Сам Вьетнам меня не привлекает. Мне не подходит погода, я здесь часто болею, как и сейчас. Поэтому мне нужна в основном информация. Если бы кто находился в Москве, я бы сюда не ездил. Он задает мне наводящие вопросы. Иногда по моим рассказам он говорит, что я делаю верно или нет. Потом он говорит, что дальше следует, чего нужно избегать, какие бывают ошибки, даже болезни. Но это не только дыхательное упражнение, но и созерцательная техника. Они познакомились в конце 80-х на Украине. Ту работал тогда на местном заводе по международной программе обмена специалистами. По вечерам занимался с желающими кунг-фу. Валерий случайно увидел, как маленький, хрупкий, ангельского вида человек за считанные секунды справился с признанными мастерами боя. Оказалось, это ученик Ту. Первые годы общения с Ту у меня были практически каждое занятие открыты. Я для себя всегда открывал Америку. Многие вещи мне были неизвестны вообще. О некоторых вещах я думал, что совершенно неверно. Иногда я пытался забрести колесо. Естественно, Ту это все корректировал. Например, однажды я решился задавать ему вопросы самые-самые глупые. Один из вопросов я ему задал. Я говорю, а есть ли жизнь после смерти? Он говорит, умрем, посмотрим. Даже это меня потрясло, насколько откровенно, точно. Или я ему такой вопрос задавал. Тут, допустим, прочитал много литературы, философской, научной, художественной. Человек спрашивает, чем смысл жизни? Есть ли ответ в буддизме? Он говорит, конечно, есть. Я говорю, интересно, или все говорят о разном. Он говорит, ну смысл жизни в самой жизни, другого смысла нет. Ну, люди просто, ну, как бы заменяют понятия какие-то. А в основном люди пытаются для себя обозначить какую-то цель. Ну, вот из-за этого, как бы, возникает недопонимание. Мастер Ту спешит на работу. Будучи из обеспеченной семьи, он не позволяет себе расслабиться дома и только созерцать мир. Вот его хост. Ту здесь обычный охранник. Вахтер, как принято у нас говорить. По иронии судьбы, сидит у входа фитнес-центр, где, в частности, располагаются различные школы восточных единоборств. Но никто не знает, что он из школы буддийской семьи Фадзакуэн, о которой во Вьетнаме ходят легенды. Пока молодежь увлеченно проходит экспресс-курс этих боевых искусств, чуждой гордыни Ту несет свое дежурство. На самом деле, меня беспокоит, что постепенно сущность Винчун исчезает. Поэтому я до сих пор беру учеников. Но если понимаю, что человек пришел за обычными приемами, я не буду тратить на него время. Воспитание духа — основа Винчун. Если человеку это нужно, я учу. Оценить духовную практику невозможно. Поэтому я и не беру денег. Мне важно передать школу. Они отнюдь не религиозные. Ту просто выбрал сегодня двор этого храма для тренировки. Буддизм для них — не вера в высшие силы, а строгая наука. Интересен путь Будды. Путь самосовершенствования. То есть конкретная методика. Физиология, психология, философские принципы. Кунг-фу не только закаляет организм. Оно воздействует на ум, помогает понять законы природы и общества. Как работает все изнутри человека и вокруг него. Знание того, как функционирует твой организм, помогает укреплению здоровья. Винчун — высший уровень развития искусства владения телом. Йога тоже хороша. Но результат в ней достигается дольше, чем в Винчун. В Винчун работают все суставы и мышцы. Открыты все каналы. Гонконг и Китай первые начали практиковать Винчун. Но у них эта школа не стала совершенной. У них есть сила, но движения нечеткие. У нас они очень экономные и четкие, плавные, но могут быть быстрыми. Круговое движение замкнутое. А в Гонконге движения какие-то качающиеся. Когда два человека какое-то время тренируются друг с другом, они приобретают особую чувствительность. Появляется предчувствие, линдзяк. Например, ты сидишь с закрытыми глазами. Если кто-то появился за спиной и хочет тебя ударить, ты чувствуешь его присутствие и успеваешь среагировать. Это предчувствие появляется через определенное время тренировок. Но для него необходимо спокойствие духа. До изнеможения, как в спорте, Винчун не занимаются. Переутомление и боль недопустимы. Иначе у практикующего накопится отвращение к занятиям, и он бросит тренировки. Сила наращивается постепенно, и только постоянство дает результат. В идеале, как любит говорить дух, со временем нужно прийти к тому, чтобы вера в себя стала выше веры в учителя. А это Хуан, местный муфиози, фанат Винчуна и Валерия Павловского. Едва весть о приезде русского мастера разлетелась, как он тут же появился и не отпускал его. За полчаса до этого. Для людей Хуана это уже привычная картина. Босс каждый раз хочет взять реванш за предыдущий спарринг, но безуспешно. Вьетнамцу до сих пор не верится, что европеец может превзойти его в восточном единоборстве. На самом деле это не битва, а скорее упражнение. Условный бой. Эпотезод должно быть максимально доверять друг другу. Потому что многие произведут, что Винчуна это удары глаза, горло, пах. Но если мы не доверяем друг другу, значит мы просто покалечим. Даже неосторожное движение, конечно, может повредить глаза. Поэтому квалифизуют. Делается только внутри школы. Это первое. Поэтому если такие встречи происходят, они непроизвольно перестают в спарринги или драки. Это даже происходит среди моих учеников периодически. Люди пришли с разным настроением, и бывает, кто-то пожестче начал работать и подрались. Здесь всегда заканчивалось драками. Это Валерий о роковом спарринге, после которого он стал нежеланным гостем во многих школах Винчун в Ханое. Как-то на его занятия с учителем нагрянул известный в городе боец, который, узнав, что иностранец владеет этим искусством, решает того испытать. Поединок для амбициозного борца закончился сотрясением мозга и кровавой диареей. Внутренняя энергия в руках Валеры очень хорошая, на хорошем уровне. Руки очень легкие, но при этом, когда надо, очень тяжелые в точках контакта с противником. Этот манекен принадлежит учителю Валерия Павловского Чао. Его не стало несколько лет назад. Известный вьетнамский художник и признанный мастер Винчун, как и Ту, он далеко не каждого брал в ученики, но зато, когда признавал, то передавал все секреты и традиции их семейной школы наряду с Ту. Чао говорил, познай Винчун и перекрой его под себя. Только тогда он будет работать. Для боя самое главное – дух, а не техника. Когда дух развит, то человек может проникться в любую идею, проникать в любую сущность и форму. Как определить мастера Винчун? Ведь в отличие от спорта, здесь нет соревнований, никто не раздает наград и медалей. Хотя современные школы уже и это стали делать. Но и истории было так. Есть такая притча вьетнамская, что однажды японцы приехали сюда, продемонстрировали свое мастерство, и мастер попросил своего ученика показать это мастерство. Взял ему самурайский меч и поставили наковальну. И он в своем движении разрубил его. Вот наковальну разрубил. Ну и вьетнамский мастер попросил своего ученика тоже показать мастерство. Ученик ставил японскому мастеру в петлицу цветочек, и он аккуратным движением, в одно движение срубил все лепестки. Они поклонились и сказали, мы приедем через 10 лет. Мудрецы говорят, каждому дается тот учитель, которого он достоин. Винчун мастером, или сифу, наставником, называется тот, кто не только отлично владеет техникой, но знает конечную цель своего дела, знает, как этого достичь, и может научить своему искусству других. Причем последнее обязательно. Знание должно передаваться, иначе оно умрет. В России этот некий образ, который, в общем-то, взращивался, какой-то таинственный. И сейчас, когда это открывается, ну, старое поколение, оно очень увлечено. Восточные люди более прагматичны. Если им сейчас не надо драться на улице, то они не будут тратить на это время. А в России люди всегда были расположены в боевом искусстве. Для нас, восточного наборства, это еще определенная экзотика. До сих пор находятся люди, которые готовы уделять этому время, и могут стать носителем именно традиционной школы учебы. В данном случае в Вьетнамске. Винчун превосходит другие единоборства. Это искусство ближнего боя. Идеален для лифтов, подворотен. Бойцы знают, что короткая дистанция самая сложная. Обычно в таких ситуациях реакция работает плохо, психика зажимается. Но в чистом виде Винчун в настоящее время редко встретишь. Практикуются, как правило, смешанности, приемы набранные из разных школ. Но такая система ущербна. И думаю, это потому, что сейчас люди занимаются недостаточно усердно и глубоко. У меня самого, к сожалению, ученики больше года двух не задерживаются. Однако и в России за вывесками школ боевых искусств чаще оказываются модные оздоровительные секции. И это не всегда говорит о низком уровне тренера. Зачастую дальше основ никто идти не хочет. Поясницу расслабь. О, лучше. Лучше, лучше, лучше. Лучше. Вот, видишь? Напряжение снялось. Молодец. Павел Юдин. Боевыми искусствами занимается с 83-го года. Пятый дан карате. Второй – тхэквондо. Сейчас практикует тайцзы. Так начал искать для себя другую технику. До встречи с Валерием Павловским в единоборствах был даже разочарован. Ну, карате, честно говоря, ну, в то время, конечно, не нравился. Я был молодым. Но тот формат, который преподается все-таки в России, на мой взгляд, это все-таки больше спорт. Скажем так, взрастить мастеров они не собираются. Это очень важная вещь. Соответственно, всегда будет тренировка как мозаика, знаете, даваться в неком таком, ну, чуть-чуть ущемленном виде. Полной картины никогда не будет. В отличие, кстати, от того, что я увидел именно секцию Валерия Павловского. Это совершенно точно. Не надо беспорядочно, по порядку, Масейдор, да. Вот это, то есть человек, который просто давал то, что ты, ну, естественно, можешь поглотить, ну, естественно, все плавно, постепенно, ничего не скрывает. Это точно, вот это видно просто невыраженным взглядом. То есть, когда начинаешь соприкасаться, ты понимаешь, колоссальный опыт, да, и уникальная система. Мне где-то тренировка очень удивила. Помимо, допустим, батабхи, которые делались, да, упражнения на растяжку и так далее, то есть, сами занятия состояли где-то из трех буквально упражнений. То есть, каждое упражнение занимало где-то, ну, не знаю, ну, 20 минут это точно, 25 минут, а может быть и полчаса. Вот, конечно, когда люди делают одно и то же, представляете, полчаса, я смотрел, мне это очень... я увидел, что уже нестандартно. Притом, внешне вообще не впечатляет. Но опыт уже был. То есть, уже тогда в этом, тогда я уже видел, что это из себя представляет. Вначале занимался неправильно, естественно. Ну, Валерий всегда замечание делал. Говорил, почему-то придут неправильные тренировки. К этому привели, естественно. Ну, желание, знаете, много сразу съесть. А Валера всегда говорит, надо кушать потихонечку, да, иначе желудок потом переполнится. Быть плохо. Здесь очень важен баланс, чтобы присутствовала физическая практика и внутренняя работа в школе. Фазы Коэн, Тхен и Кхекон являются одним из самых главных упражнений. То есть, в частности, Тхен развивает максимальную концентрацию внимания, но и одновременно он является максимально расслабляющим упражнением. То есть, Тхен он развивает тоже концентрацию внимания, но и развивает одновременно выносливость. Все эти качества переносятся, естественно, и в жизнь, ну, и в бой. Случайных людей здесь нет. Все занимаются годами. Пять дней в неделю люди разных профессий с разных концов Москвы спешат в эту школу. Ученые уже давно доказали, что люди на 80%, а может быть, даже и больше, живут своим подсознанием. И если человек совсем не занимается, ну, просто плывет по течению и рефлексирует, то, в общем-то, у всех практически плюс-минус один и тот же сценарий жизненный. Потому что нами управляют одни рефлексы. У Елены Кайзер стаж Венчун пять лет. Профессиональный психолог она открыла для себя в этой системе новые психотехники. Нашла ответы на вопросы, которые не давали ни в престижном МГУ неизвестные старцы, разбросанные по всему миру, к которым она ездила. Наверное, уже последний год я стала замечать, что я действительно выделяю из толпы людей, которые работают какими-то такими техниками. Потому что у них лица другие, у них глаза другие. Нет какой-то такой зашоренности, более открытый взгляд, более спокойный. У человека может происходить все, что угодно в жизни. Это не говорит о том, что он вообще такой железобетонный, ему просто все безразлично. Нет, просто он ко всему относится, понимая, что все приходит и уходит и бывает неприятности, и бывает и все заканчивается, все циклично. Как счастье, так и несчастье. И, кстати, я по-другому стала относиться к моменту счастья, когда в моей жизни есть. Я его ценю, я понимаю, что раньше была иллюзия того, чтобы все удержать. Вот оно есть, и вот его надо максимально еще на пике, и чтобы так всю жизнь. Это одна из иллюзий таких грустных, но тем не менее, с которой пришлось расстаться, потому что на самом деле ничего нельзя удержать в этой жизни. И когда ты понимаешь, что оно есть, то ты, вот это качество жизни другое, ты наслаждаешься вот этим, с такой полнотой, которой тебе не присуща, если ты думаешь, что ты сохранишь это до конца. Мать четырех детей, Елена признается, что 20, иногда 10 минут такой глубокой медитации заменяют ей 4-5 часов сна. Дети даже заботливо сделали и вот такую табличку, чтобы лишний раз не прерывать процесс. это обычный день подольского ОМОНа. учебная спецоперация в самом разгаре. Командует группой полковник спецназа Дмитрий Абрамов. На его счету все горячие точки Северного Кавказа. С некоторых пор в эти рабочие тренировки он активно привносит технику венчу. Она не раз спасала ему жизнь. Всего 20 секунд от начала штурма здания до обезвреживания террористов в любой момент могут стать последними. Стоять! Болит! Руки на голову! Стоять! 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 Кто забрал! Все готово! Выводим! Группы выходим! Держу! Голубу лижу! Обязательный разбор полетов. Дмитрий снова заводит речь о венчуновских упражнениях. Саша, можно тебя на минутку? Позже он расскажет, что поначалу было недоверие, но они на собственном опыте убедились, насколько это искусство эффективно. Все наши тренировки должны быть рассчитаны на то, что мы с вами должны развить чувствительность друг друга. Но чувство локтя, оно должно быть не... Значит, мы его держим за локоть. А вот именно рядом находиться. То есть, если я стою рядом, вот я касаюсь слегка, вообще мне легкое касание, я боковым зрением или легким касанием своих рук, тела, ощущаю, куда двигается мой напарник-то. Если есть необходимость, я могу... Саш, пошел вниз, в нижнюю сферу. Да, еще ниже. Раз. Я срабатываю. И такие упражнения, как, ну, грубо говоря, у меня Валерий Геннадьевич, тренер. Он говорит, есть такие упражнения, как ключи. То есть, они базовые. Базовая техника, которая подходит ко всему. Если их развивать, когда темно, если что-то происходит, я не знаю, мы молчим все. Я его не чувствую, что только его касание, да. И если вдруг ему надо идти быстрее, я это могу не понять, если я напрягусь лишний раз. Опять же. Но все зависит от того, насколько сотрудник сам себя развил. То есть, если я считываю легким касанием идем, да, легким касанием, я ловлю его, я понимаю, что мне нужно держать с ним контакт. Я буду держать. Если, чем дальше мы будем заниматься, скажем так, чем дальше люди занимаются, становятся профессиональными, контакт начинает считываться даже на расстоянии на определенном моменте. А вот как на практике полковник применяет самое известное упражнение Вин Чун «липкие руки». Когда-то Валерий Павловский помог и Дмитрию Самохину. Он попал к нему в 35 лет, в переломный момент своей жизни, тяжело переживая потерю работы. Сегодня Дмитрий отличный боец и успешный бизнесмен. И хотя теперь живет в Киеве, к мастеру в Москву наведывается часто. Мне повезло, для меня сейчас это часть моей жизни, скорее часть жизни, которая помогает и в самоорганизации, и в собственном в неком стиле поведения вежливом. любые переговоры, любые наговоренности, тем не менее, любое проявление конкуренции в нашем мире это бой. Другое дело, как говорит Валерий Геннадьевич, мы учимся его выигрывать без блока, без удара. Словами. Дмитрий Самохин едва ли не единственный, кто попал к Павловскому без рекомендаций. Взять его на пору и попросил давний друг Валерия. В свое время именно Владимир Камнев посоветовал ему переезжать в Москву, отметив, что тот уже перерос городок Черкассы. В этой школе лучше всего раньше 30 лет вообще не приходить, потому что тебе еще нету ничего, чтобы тебя цепануло и зацепило. Это мотивы молодого самца реализовать свою силу, потому что боевое искусство дает форму, просто молодняк в силу того, что он молотый и глуп бесконечно, они думают, что изучая боевое искусство, они достигнут реализации этой силы. Это искусство, это изучается всю жизнь. Есть более простые способы научиться бить физиономию, это бокс. Достаточно полгода, чтобы поставить удар и у тебя не будет никаких проблем с народным населением на улице. Венчун уникален, насколько уникален сам дух человека. Валера этим занялся и заплатил своей жизни за это знание, потому что он же без малого три десятка лет это практикует. Она приводит человеку, собственно, к себе, к тому безусловному, что в нем есть, к тому основанию, без которого, собственно говоря, и человека нет. у тебя не виноват... Мое мнение, что на самом деле Томович, который меня обучали, которого я обучаю, будущего нет, потому что он не востребован, это действительно боевая система. Сейчас больше спорт, здоровительная система, интересная. Хотя вот есть Здесь один ученик, который говорит, что это не угаснет, это будет развиваться. Хотелось бы с ним согласиться, но я не против. Александр Бабенко, которого Валерий Павловский считает своим лучшим учеником, из Киева. Днем работает строителем, вечером преподает. В Москве на один день, через пару часов поезд. По традиции они заглядывают в любимое вьетнамское кафе, что в центре столицы. Валерий надеется, что однажды Александр окончательно посвятит себя искусству венчун и станет продолжателем семейной школы. Однако готов ли Бабенко к этому? Семейная школа отличается, ну опять же, традицией передачи, полнотой передачи. Ну и семейность подразумевает близость отношений, друг, товарищ, ну как брат, да, условно. Жизнь на это я ложить не буду, но готов, готов этим заниматься. Это часть жизни. Когда Валерий учитель Ту сказал, что пора передавать знания, открывать школу, он тоже год мучительно делал выбор. Часами по ночам лежал без сна. На тот момент успешный спортсмен и владелец собственного бизнеса уже был женат, подрастал сын. Как они воспримут такие перемены в жизни? Валера как вековой дуб, который имеет очень сильную мощность корня и который наделен очень сильной аурой, атмосферой, энергетикой, которая распространяется. Дарит свое тепло, покрывает, накрывает всех своим, скажем так, своей добротой. И мы, скажем так, как маленькие дети, можем спрятаться в его тени. И мне не стыдно говорить это на самом деле, что я, хоть и человек в возрасте, я считаю себя в отношении маленьким ребенком. И когда я смотрю на этого человека, я понимаю, что есть всегда к чему стремиться. Я общался со старцем христианским. Он юродил, это в Киеве, там на Подоле был такой отец Валентин. Когда мы с ним начали общаться, он мне начал о Христе рассказывать. Я говорю, отец Валентин, я вообще-то буддист, он, да ничего, лишь бы к свету. Так что христианский старец, как бы в теме. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok